Смотрящим глубочайший хэллоу, с вами Санчоус. И ну да, ну да, русофильские дела, да-да, туда-сюда. Я думал, поебдить Россию тут будет самым сложным челленджем. Точнее, освободить, ну это от проклятых леваков во имя единой и неделимой империи. У них там тотальный марш-марш на фарш, и даже моторизированных дивизий нет. В лучшем случае конница вообще без ротподдержки, и у них уже снаряги не хватает. У меня там или в скором будущем, или, хе-хе-хе, сразу после этого прохождения запланирован Савинков, можно было бы ради баланса какой-нибудь антипод украинских русофилов сделать, но баланса не будет. И что, на последнее время в Кайзершизе Россия тотальная румына на уровне интернационалистов, да даже, честно говоря, хуже. Вот этот вот Госдума, ухе-хе-хе-хе, сенат, хе-хе-хе, во всем его вина. И мы наконец-то дадим нормально пожить стране, окончательно их расхуярив. Но перед этим, да, на Москву, во имя величия России! Между прочим, побежали, тем более у нас моторизация хоть какая-то есть. А скоро и бронетехника появится, вон аж целый корпус танчиков. Звучит громко, на деле маленько. Хотя, учитывая обсосность противника, на него даже такого гевене хватит. Блин, и надо чем-то север прикрывать, ну вот что это, ну блять, проебал ты, вы такие проебалты, прости господи. Хотя ладно, с их-то населением неудивительно, что они даже свои границы прикрыть не могут. Держите 6 дивизий и как-нибудь там держитесь. Всё действительно очень грустно с нашей танковой доктриной, одна броневая дивизия и той управляет чепуха какая-то. И лансфер я дальше не хочу качать. ДЕСЯТЬ! ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ВОЕННООБЯДСКИ МИНУС! Боже, якая х**та. Знаете что, мне кажется, сейчас просто прекрасный момент, чтобы потребовать полезьи у белорусов. Если фронт прорвется, оно всё равно не будет белорусским. Ну и не нашим тоже, но это совсем уж какой-то негативненький исход. У меня будет надёжней. Сука, отдавай! Это как тот самый венгерский разумист Хорти в оригинальной Хойке. Чё-то там на восточном фронте башутся, б***ь, миллионы на миллионы армии, нахуй. И тут он неожиданно сзади подходит, хватает Гитлера за п***ку и говорит «Дай Словакию, пожалуйста». И вот теперь мы сзади к Вильке подошли. О, Лен-Лизу-то сколько подогнали и вовремя, в кои-то веки. Всё цивилизованное человечество за нас, что под собой имеет в виду германских сапокализателей из Африки и Польши. Но кучу снаряги они навалили нормальную такую. Блин, ну Россия как будто вообще не старается, ну что это такое? Они реально себя ведут как тот чел в школе, который не принёс домашку, которую в любом случае будут проверять, но он понадеялся, что да, как-нибудь прокатит. Да нет, ребят, не прокатило, до Москвы немного совсем. Земля вам сталинскими репрессиями. А вот это подлинненький манёвр, вот это подлинненько, да, да. Ох вы суки. Вот от кого, от кого, но от литовского гладого лакоса я такого не ожидал. Как бы из-за этой скотины бешеный фронт по п***е тотально не пошёл. Б***ь, вы куда все побежали? Куда? Ох уж эти сыкливые карлики, сука. Война, конечно, и так довольно простая, но без пранков от союзников нельзя было обойтись, да. Опа, а вот это таки косягная поддержка. О-хо-хо-хо, и это, походу, чисто русофильский ивент. А так мы могли не поддержать нашу боротьбу против российского экспансионизма. Кстати, они тоже, получается, скоро его частью станут. Спасибо им большое за это. Манпувер сейчас, ой, как нужен. Богатыри, на которых и стоит земля Украина русская и русско-украинская тоже. Ну вот реально, самой большой угрозой оказалась Литва с их п***цким восстанием. Ну вот это, ну, это, ну, б***ь, не угроза это, это так себе. Ща еще допомогу наноему кучу стран, хотя бы в виде винтовочек. В том числе у тех же абстрейцев, нихуя себя не терпилы. И совсем в прорыв пойдем. Не было бы неожиданного сюрпрайза от литовцев, совсем все хорошо бы было. Проебалтили, даже мне планы проебалтили. А так, ну потихонечку, туда-сюда, здесь-тудесь, котлы там, все-все-все, короче, хорошо. По ощущениям, у меня как будто у одного армия, как у России, но вообще нет, то... Ну, ребят, это у меня еще генштаб абсолютно пуст, потому что, как я и говорил, нету ппшки, абсолютно нету. Ну хотя бы индустриализацию ебейшую забабахал, всеобъемлющую. А дальше, ну, какой-нибудь Керченский мост построим? Там уже можно будет ппшки больше не тратиться. Ну вот хорошо получается, хорошо идем. И окружности вокруг условного и неусловного врага хорошо делаются. Именно в той вселенной, которая, ну, тета, ну, которая, ну, да. Правда, каким-то х**ом две Сицилии проебали полностью. Полностью. Рейксмак, чем вообще занимается-то? Ага, камбажийские леса до сих пор охраняют. Понял, понял. Вопросы есть, но задавать я их не буду. Все-таки неплохо работает наша единственная танковая дивизия, особенно против регулярной обоссанной кавалерии казаков. Слава богу, у нас хоть гитманат, но этого дерьма нет. Вообще, если вот так вот глядеться, так-то, к оперативной обстановке до Москвы-то вообще недалеко. Пару провинций, одна, я уже у Тулы, ничего себе. Папа Сталин в свое время отжал у пары восточноевропейских карапузов в соседствующие регионы, чтобы дальше надо было идти. А вот эти вот не успели, поэтому и огребают. Ну и... Хорошо. Блин, ну они вообще не стараются. Это не война, это специально... Ладно, это набивание е**очки в одни ворота. Даже как-то грустно. И ведь снаряги у них становятся все меньше и меньше, сильно. А у нас и промка, и допомога так называемая работает, и хорошо работает. А потому что не с конченными надо дружить, а с нормальными типами. И хватит уже в эти свои контрнаступления ходить, боже мой. Тем более он что-то даже по клеточке целой выбивает пару раз последних. Умная сволочь. У меня-то что-то слишком широкие линии фронта получаются уже. Моей армии пока что хватает, но не так, чтобы сильно. Я уже прям везде успеть не могу. Ой, как генералов-то проделали. У всех персональные трейты. Описание на полэкрана, блядь. А доктрины у нас всего две, и одна из них полная адресня, а другая мне недоступна. Ну вообще не две, но по сути две. Ай, вообще тут неплохие главнокомандующие. Ну действительно неплохие. Но блин, ну... Российская вейсковая школа гораздо полезнее остальных. Еще есть бафы на обоссанную регулярную кавалерию. Ну что, я совсем даун, чтобы ее использовать. Или махиевиалист с кучей инициативы, но как будто бы она сама по себе просто, ну, не очень. Или другой чел на увеличенную мобилизацию, но это как российская вейсковая школа, но похуже. Копим, получается, на Челикса. Что нам еще делать-то? С ним и не страшно дальнейшие дебафчики на военнообязку взять, хотя бы ради бабчиков к атаке. Нивелирует их. Вообще оно довольно гармонично смотрится с лансфером, просто созданы друг на друга. Короче, понятно, идеальная доктрина для украинской армии это смесь немецкой и русской. Так и запишем. Бро совсем чуть-чуть не дожил. Слушайте, шутки шутками, но это механика допомоги Элен Лизу. Так ты ебан, да, я только сейчас это понял. Я вот буквально как кое-кто у всех стран, какие есть, прошу оружие, а они дают. Или это просто меня настолько все в мире любят, что сами свои стволы мне в руки суют. Чего, офигеть, а почему у нас с попы стали голубенькими, а они ж... Да нет, да, не стали, ладно. Прично 에�청и. Блять, господи. Какие они дегенеративные, нафиг, уроды. Это третий интернационал рейс-пакта, просто пиздец. Румынопал ты, нахуй. Не удивительно, что самое попобольное прохождение у меня за них и было. Сука, даже единственную дивизию на прикрытии столицы найти не могут. Этом мне тоже заниматься. А вот и Тула, и много чего ещё. Под Смоленском ещё скоро будем. Если бы меня не окружали имбецилы нахуй, которые нанти каким-то образом умудрились проебать. Хотя даже и с этими уродами всё вполне себе неплохо, честно говоря. Даже индустриализацию закончил просто не ебтический пи***д это. Дальше только побеждать. Чё, как я у Москвы-то оказался без автоплана? Сам и не заметил. Вот это да, вот это дела. Но опять же, без агрессии, по-русофийски. Берём. И такое в жизни происходит иногда. Я уже, честно говоря, сам в край з***ался про параллельную вселенную говорить. Но, да, параллельная вселенная. У России, по-моему, дивизий-то практически и не осталось. Я же пообещал, что в сороковом будем. Ну, не наврал. Империя, хоть и в крайне необычном виде, но всё же нанесла ответный удар. Вот это единственное, что напоминает единый неокружённый фронт от российской армии. Больше не напоминает. Бухарин гад во всём виноват, а так бы... А вот в прохождении за Савинка вы и увидите. Да ты чё, Россия капитулировала? Я даже до Питера не дошёл. Я не верю. Я... Я просто в это не верю. Что? Что? Ты куда? Я очень надеюсь, что это скрипты не поломает. Ах! Ох уж это... Российская республика! Аааа... Окей. Слушайте, а я действительно боюсь, что это мне поломало все скрипты. Блин, пожалуйста, не надо. Я и так очень долго шёл. Давайте, пора уже Российскую империю делать. Ну, чё мы как не свои-то, а? Не зря же мне все российские территории дали. Аж до Иркутска. У меня на них, походу, претензии имеются. Ах, придётся мне прямо в логово зверя лезть, походу. О нет, мега-шашлык, блядь. Вильнюсовским договором в степях Средней Азии они хотели спрятаться от когтей возрождающейся империи. В своём. Хе-хе-хе. Олежке Кало. Но нет, декаданские прогрессивисты, нагло надругавшиеся над нашей родиной, не уйдут от строгого наказания. А пока претензии готовятся финских социалистов капнем. И себе возьмём. Тоже ведь бывшие наши, так сказать. Да, получается, это у нас гораздо проще, чем у товарища Сталина. На удивление. Ха-ха-ха. Ребята, мои глубочайшие поздравления. В честь такого праздника, вот вам салют из Украино-Российской Державно-Имперской Артиллерии. Ура! За Россию, блин. И Детманскую. Это та ситуация, в которой либо все довольны, либо никто не доволен. Оп, и опять довольно быстрая капитуляция. Теперь мона. Хе-хе. Мона. А чё сразу в вонючий Рашченинград столицу-то? Вон Киев русских городов, так-то мать. Да и климат там, честно говоря, получше будет. Смотрите на натуральную магию. БАМ! Ну я же попросил, не надо больше звуковых казакоскримеров. Я считаю бессмысленным и губительным Украине отделяться от России. Это вам не какой-нибудь треш-хой стример сказал, а Скоропадский. Блядь, ну я запутался. Это тоже наш слон или это не наш слон? Сука, сложно. Но вообще не иронично. Перчик так-то исторически реально интересный. Долгий и тернистый путь к возрождению наконец-то таки пройден. Черносотенный флаг с украинским гид... Блядь, это просто... Блядь, это... Просто блядь, пиздец. Столько звезды Давида не хватает. Лучшее сочетание. Это как-то плакат в честь Дня Победы и еще куда-нибудь черное осуждаю солнцем лепить. Но если вы думаете, что это все... Нееет, это не все. Недостаточно только возродить империю. Необходимо привести ее к былому величию. И про украинскую автономию не забыть. Не, ну а че? Кто как работал, тот так и заработал. Тащим-то справепыдло. А дальше-то еще... О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Довольно-таки грызячий путь на самом деле. Можно еще белых генералов приписать к своему движу. В гражданку дружили, конечно, но не прям, чтобы вот сильно. Да и тем более, они свою задачу не выполнили. А вот Скарапанский, кстати, да. Один царь, один гетман, одна Русь. Среди первых, кстати, вообще много вариантов, но хтфу. Вообще, наш Павлик все равно останется у власти, хоть и не так открыто. Но вот это вот всё оставшееся, это поганая романовская помесь, которая один раз уже всё про**ала. Да и простите, а зачем ещё чё-то шикуем? Кто по миру бегал и допомогу просил? А? Не они, они, п***ь, занимались какой-то. Пора новой эпохи, новой династии. Да и всё равно это не вчера всё была Гаторпа, а теперь, ну, братский народ уже поближе. О, какой красивый стоит в белом пальто. Вот вам, ребята, и урок, до чего русофилия доводят. Ну, как я и говорил, из Малоруссии в Великоруссию. Ну, вот такой вот путь интересный. А для счастья осталось только Европу покорить, п***ь, до естественных границ. А у нас их хватит ещё недодолго. Ну, часть-то у Германии. Ой, Вилька, Вилька, может, и не такой уж и г**дон только поначалу, но социал-демократы, сука. Мы эту гдиль уже из России вырезали. Да и Вилька-то уже другой. Сначала мы думали, что только Россию надо спасать от леваков, но, походу, уже придётся всю Европу. Они там у себя вкрай, е**нулись, и Маркса почитают, о чём вообще разговор? Танки Гетмана-Императора уже проехались по востоку, и теперь пора поворачивать их на запад. Блин, да, объединение России и Украины даже таким способом, это какая-то имбушечка. Е**а, засраться, у нас промышленность уже больше, чем у Вильки. Ну, ладно, не больше, но практически как у него. И это при том, что Бухара практически всю экономическую политику пр***ал. Вот и думайте теперь. Повозвращаем нас с территории, сейчас быстренько туда-сюда. Таки с кубаноидскими казаками объединимся, и не только с ними, и ещё челиксов насоберём. Пока что это единственная социальная группа, которая действительно выглядит надёжной для нового царства. А потом уже ресурсов будет побольше, и тоже много чё понаделать можно будет. Ох уж все эти собиратели земли русской. То грузин, то, ну, понятно. Кроме этого, ещё и часть русской армии вернём в родную гавань. Чё им сильно против-то быть, а? Ну, кстати, реальная армия получается. Мы, русские, не обманываем друг друга и должны держаться вместе. Конечно же, не забудем отблагодарить наших товарищей русофилов из промышленников и землевладельцев. Как раз-таки для них и куча новой промышленности и земли появилась. Таки, может быть, это и бил их план подобича активов. А русофилия тут дело вторичное. А ещё с Востоком не до конца разобрались. По крайней мере, Дальневосточная Республика. У них там как раз-таки чисточки недавно были. Самое время в***нуть. А гойские гои пусть пока в свой нанзи долбятся. И славят своего Маркса. Причём не марксистско-социалистического. Мы пока тихонько поготовимся ещё. И нивелируем экономический ущерб, который приключился из-за присоединения кубаноидов. Кубаноиды. Всё зло из-за них в мире. Тут вообще много вариантов, но основное мне это надо на ДВ напасть. Я мне какой-нибудь Индокитай. И так без него нормально живу. То, что наше мы возьмём, а не наше нам и не надо. Ой, эти самые элитные войска появились опять. То есть у меня всё-таки могла быть нормальная доктрина. Вы бы хотя бы предупредили, что ли? На три государства подыщем ещё себе союзников из кадетов каких-нибудь. Не только ж на украинских русофилов будем опираться. Надо и на российских русофилов. С их помощью таки устроим единую и неделимую Русь-Украину. Тотальная дружба народе. На тысячу лет. И кто надо цел, и кто надо сыт. И ещё и с федеративностью. И вот последний фокус. Но вторую часть я по закону не могу называть. Даже при том, что тут всё крайне позитивненько и по-доброму. Поэтому объединение народов это, конечно, хорошо. Даже таким замысловатым образом. Но всё равно придётся осудить. Ну, в такие времена живём. Ха-ха-ха. А чё, мне ещё украинизация доступна? Хе-хе. Ха-ха-ха. Ну, ну, бля. Но это даже не то, что уже не будем этого делать. Это уже, наверное, поздно немного. Ой-ёй-ёй, походу пора уже в гермашку влетать. Теперь социалисты оказались мне крайне неожиданными тактическими союзниками. И пока они ещё существуют, надо устроить войну на два фронта. А то армия у Германии еб***ься просто. У меня также немало, но недостаточно немало. А вот вместе с интернационахлистами уже, в принципе, должно хватить. О, ребята, походу, даже не догадываются, чё сейчас будет происходить. Я объявляю о начале специальной гетменской операции на территории Рейхспакта. Да и вообще их всех Маркс придумал. На самом деле вы наши. Украино-российские и русско-украинские. И вас мы тоже будем освобождать. Да мне по***ть на Австрию и балканских гномиков. Где этих-то захватывать? Во-го, папаша своему поугрожай. А, прости, точно. Он же сдох. Иди нахуй, если что, без агрессии. СЮДЫ! Ой, а вот это немножко неприятно, но главное, как деды, ермашку ебнуть, суку. Точнее, не как деды в этой вселенной. За нашу Украино-российскую, российско-украинскую, черносотину-незалежную империю. Вбей! ГИДА! Сместим оккупанта, который в своё время спас наш режим от падения, но... О, сука! Цены плохие на зерно предлагали три года назад. Этого уже хватает, чтобы их уничтожить. Вот это, блядь, действительно называется неожиданным нападением. Императорская четырёхмиллионная армия, снабжённая ленд-лизовским оружием, наносит ответный удар. А, блядь, берём, пока берётся, потом сложнее будет, сто пудов. Европа, готовься встречать своих освободителей. Как в МОБ... А, неважно. Вот так вот, бухарка ебаный, надо на Европу нападать, а не ты, блядь, долбоёбик. Эх, практически успел. Только не надо тут капитулировать, когда я уже подхожу, пожалуйста. Победным маршем, блядь, просто разносим их, нахуй. Просто, блядь, в щепки. Ура! Слава! Чему надо? Вообще, честно говоря, я думал, что мы как-то пошустрее будем продвигаться. Сверки-то, конечно, неплохие, но я ожидал лучшего. Алё, хлопчики, собираемся, не тупим. Ать, ать, ать! Я, блядь, пухаркал этому шведскому уроду, который делал в этом говне механику фронтов, блядь! Ну почему они не продлеваются? Почему здесь пусто, блядь? Делают они фокусы на Бразилию, блядь! Да почините своё говно обоссанное, дефичанты узколобые! Господи, блядь, какая подзалупная игра! Ихлопливые шведы могут, нахуй, ненужные фокусы на Бразилию сделать! Ну, нахуй, ненормальную линию фронта, блядь, чтобы она сама по себе не слетала! Спасибо! Ухопки! А где, блядь, линия фронта не слетает сама по себе, у меня всё хорошо! Немцы решили, походу, только Польшу прикрывать, а дальше не пошли, ну и молодцы! Зато мы пойдём в прорывчик! Мы их на пи***асы через Восточную Пруссию, как в Первую мировую! Правда, тогда не сказать, что всё хорошо закончилось, ну а у нас... Надеюсь, что всё пройдёт получше! Идите в пи***ю, блядь! Шведы ебаные! Блядь, вот когда Россия наступает, нахуй, в лиге одна дивизия, и то моя, и то не всегда! А когда я наступаю, их там 12, блядь! Ну это чудо, блядь! Ну что это, блядь? Вот решила меня игра побесить, блядь, этими ебаными, блядь, границами, блядь! Идите вы нахуй, шведы, блядь, расы вы, блядь! Приятно хоть, что весь этот рижский многонационал по итогу в котле оказался. Ого, какие маленькие, сущие, какие дырочки на фронте! То, что я люблю. Уже пушим, уже лучше, и фронт нормально заработал. Ого, ещё пару таких котелочков и поплывут, я это, сука, чувствую. Немецкие уроды уже Пруссию просирают, у них всё равно находятся силы Францию давить. Хотя ладно, это как конфету отнять у ребёнка. Умственно отсталого. Без рук. В коме. И ещё один исконно русско-украинско-украинско-русский город вернулся в родную гавань. Варшава, добро пожаловать домой. Берлин, готовь хлеб с солью и горилкой. Адьос, хуйнос. Оставил кубаноидов ещё с резервом Северный фронт прикрывать. Вот что случилось. Ну, кубаноиды. Класс, придётся прямо с передовой дивизии забирать из-за них. Скотов. А с ним вчера и всё понятно, у них-то и дивизии особо не осталось. Полениц перед украино-руссоцарагетманом. Зато Францию продавил, молодец. На самом деле спасибо коммунякам за то, что они такие убогие. Если бы Вилька и дальше там фронт не расширял, мне было бы сложно, как в начале примерно. Бай-бай. Теперь надо идти Европу ещё и от коммунистов освобождать. Чё-то я об этом не подумал. Ну ничего, освободим от этих-то высерков. Дело-то не хитрое. Какая мягкая игра. Ты что, новичок? О, действительно мягкая игра. Ой, какая мягкая. Прям нежная. Ну и неудивительно. Великая им лося пробивал, когда у него уже Берлин брали. Окончательный европейский триумф украинского русофильского имперского рыночного либерализма. Пиздец. Братья-близнецы Вагнеры теперь Рейнландом и Пруссией управляют. И ещё одна новая династия получается. Угу. Недолго Париж был неоккупированным, но слава богу и этот древний русо-украинский город воссоединился с исторической родиной. Блин, вот этот Хряков вообще козявочка не к месту, но я не хочу ради него со всей Дуна-Адриатикой воевать. Там у одной только Чехии войск... ...скохо, а ведь ещё и другие страны есть. Ещё и Зенгрия к ним вернулась на кой-то лято. Вот, кстати, без неё можно было бы и попробовать. Давайте я просто очень вежливо попрошу, неимоверно, и мне в честь будущей дружбы великих монархов Европы его подарят. Я бы так не делал, но... ...реально эта козявка бесила, пиздец. Гораздо красивее стала, согласитесь. Вот так и выглядит новая Европа под управлением величайшей мировой державы. Ах, интересное выдалось прохождение. Не простое, откровенно говоря, но и со своими приколами. Долговатый путь мы прошли. А вообще, в передачках на Зону можете мне присылать сгущенку и колбасу. А ну а пока... ...пока... ...пока.